Добрый день, я хочу сегодня поговорить на тему отношений науки и математики. Очень много идет споров, считать ли математику наукой. Но я скажу так, что это вопрос по сути терминологии. Но вот как вы определите науку? Можно шире определить науку, можно уже определить. Можно определить так широко, что математика войдет и философия войдет. Можно поуже, можно определить науку как любое рациональное познание, строгое рациональное познание. Тогда математика как строгое рациональное познание войдет в науку. Но правда у нас возникнут проблемы, скажем, бухгалтерии. Считать бухгалтерию как рациональное? Ну, познание, конечно, бухгалтерия не познание. Ну ладно, хорошо. Единственным критерием, к которому прибегают обычно при обсуждении отнесения чего-то к науке, у нас исторически является критерий фальсифицируемости Коббера. И довольно часто можно слышать, как математики или физики, заинтересованные этой проблемой, утверждают, что да, действительно математика фальсифицируема, и поэтому ее следует отнести к науке. Вот. И я хочу сейчас вот эту тему немножко размять. Спасибо Михаилу Патракееву, математику нашему российскому. Мы с ним провели большую дискуссию в живом журнале. Я сейчас не буду... Он много ссылался на различные математические теории, на математические направления. Он мне строго все это обосновал. Я не буду, потому что я не математик, чтобы не наврать, но самые-самые общие фразы, которые я выяснил из его рассказа и использую, и которые понятны всем. Начнем с напоминания, что же такое критерий Коббера. Критерий фальсифицируемости. Он сводится довольно... Задача как ставится? Задача ставится так, что вот у нас есть теория. Предположительно-научная. Ну что значит предположительно? Ну значит, что мы принимаем, что это что-то про физику, а это что-то про химию, а это что-то про биологию. И у нас стоит задача определить еще до того, как были проведены эксперименты, можем ли мы ее считать за научными или не можем. И Коббер предложил, что давайте подумаем, а возможно ли фальсифицировать эту теорию? То есть возможно ли привести такой эксперимент, просто даже помыслить, который опровергнет эту теорию? И вот если такого эксперимента мы не придумаем, вот просто потенциально мы не можем его сделать, значит никакой научности говорить нельзя. То есть потом, когда мы проведем эксперимент, мы можем опровергнуть эту теорию, или подтвердить, верифицировать эту теорию. Но это все уже потом, а пост-теория. А априори нам нужно вот... На самом начале вот мне принесли теорию, я ее почитал, посмотрел, все логично, все, но если мне не предлагается никакого эксперимента, который может ее опровергнуть, фальсифицировать, то значит это однозначно не научная теория. Здесь следует заметить, что это критерий отрицательный. То есть он ничего не говорит о научности теории. Он говорит только о ненаучности. То есть мы можем отсеять теории, но утверждать, как если теория фальсифицируема, то это не значит, что она научная. Совершенно не значит. Очень многие путают и обвиняют Поппер, что мы должны считать научными все теории, которые проверкнуты. Нет. Здесь самый главный принцип, что теория может быть потенциально проверкнута. Только тогда она может быть претендовать, только претендовать на статус научный, но не считаться научным. Теперь переходим к математике. На первый взгляд, на первый взгляд, самая простейшая математика, которую мы изучали в школе, и даже в институте, она не фальсифицируема. Что это значит? Что если у меня есть теорема, и я эту теорему доказал, это достаточно, чтобы считать, что эта теорема истина. Если у меня есть некая теория, и в ней все логично, абсолютно логично, я не нашел там ошибок, вывел какую-то формулу, это является математической истиной теорией. Никаких дополнительных телодвижений для верификации или фальсификации этой теории не требуется. То есть в чем отличие от научной теории? Научную теорию. Если я как бы тщательно не доказал все, как бы тщательно не вывел все формулы, все логически идеально, но она не считается еще научной, пока не проведен эксперимент. Математики, на каких-то экспериментов, вот так вот, на первый взгляд. Ну почему? Нет, давай я еще буду говорить. На первый взгляд. На первый взгляд, то есть, скажем так, если математическая теория истинно логически и математически, она однозначно математическая теория. Однозначно. Мы не можем, даже если мы проведем какие-то еще теледвижения, показывающие, верифицирующие, она не повлияет на ее истинность. На логическую истинность вывода. Вот логическая истинность. Для физики логическая истинность вывода – это ничто. Как бы точно не был вывод, она ничего не говорит уже о научности этой теории. Только эксперимент. А в математике точность логического вывода уже достаточно, чтобы посчитать, что это математическая теория. Но, значит, возникает следующий момент. Да, математики говорят, есть в математике средства фальсификации и верификации. Что это значит? Значит, есть неинтерпретируемые теории математические, которые следует рассматривать только как игру. Просто как игра со знаками. Мы логически выстраиваем эти знаки, и это называется неинтерпретированная теория. И она истинна только по своему факту, что там все логически и чисто. Но есть интерпретируемые теории. То есть что это значит? Мы берем какое-то математическое объезд, какое-то математическое пространство, либо универсум множеств, либо какую-то структуру математическую, и применяем эту исходную неинтерпретированную теорию к этой структуре. Получаем интерпретированную теорию, то есть которая уже не независима сама по себе, а что-то говорит об этой структуре. Это я пересказываю то, что мы обсуждали с математикой. То есть можно там более точные примеры перевести. Примеры неинтерпретированной теории. Практически любая математическая теория в основе своей имеет неинтерпретированную теорию. А метатеории математические, они интерпретированные. Поэтому что значит пример? Любую теорию мы возьмем и найдем ее в основе. Ну скажем, современная теория множеств в некоторой степени неинтерпретирована в математической теории. Что значит неинтерпретированная? Неинтерпретированная. Значит она не имеет никакого объекта вне себя, о котором она говорит. Приложить нельзя. Она ничего не приложит. Она сама по себе существует. То есть фактически это звучит так. У нас есть система аксиом, есть язык, и есть система правил вывода. Вот если у нас есть вот три этих элемента, система аксиом, язык и правила вывода, то это, если мы применим правила вывода к системе аксиом на этом языке, то мы получим неинтерпретированную теорию. Но если мы еще приложим некую структуру, приложим правила интерпретации этой теории к этой структуре, и поставим в соответствие формулы неинтерпретированной теории к этой структуре, мы получим интерпретированную теорию, которая что-то будет говорить об этой структуре. И вот в данной ситуации у нас появляется возможность проверить интерпретированную теорию. То есть мы можем взять расчетный метод и проверить по этой структуре, просто просчитать, либо провести мысленный эксперимент, либо просто перебором проверить какую-то... У нас, скажем, есть какая-то теория, которая действует на интерпретированной теории на этой структуре, можно просто перебором перебрать и убедиться, действует или не действует. То есть у нас получается та же ситуация, что и в науке. У нас есть теоретическое высказывание об этой структуре, об этом математическом объекте от теории, и есть метод, скажем, расчетный метод или метод перебора, который может, независимо от этой теории, подтвердить или не подтвердить вывод этой теории. То есть они совпадают или не совпадают. И мы имеем ситуацию с верификацией или фальсификацией вывода интерпретированной теории. И вот стоит вопрос, а что это значит, когда мы каким-то вычислительным методом опровергли данные вычислительной теории, интерпретированной теории, это значит, что исходная неинтерпретированная теория не трогается, она остается математической. А интерпретированная теория признается не теорией данного объекта, не теорией данного структуры. То есть она просто, вот она не описывает данную структуру. То есть по сути ситуация такая же, как и в науке. В науке у нас есть некий предмет, некий объект. Есть теория, символная модель этого объекта. Эта теория делает теоретическое предсказание, теоретическое высказывание, какое-то заключение об этом объекте, что будет температура воды, кипение равна 100 градусов. И есть сторонний метод, статистический, при путем проведения экспериментов, который независим от теории, тоже показывает путем множества повторения экспериментов, что да, вода закипает при 100 градусах, они совпали, мы говорим о верификации, не совпали о фальсификации. То есть и в математике современно наблюдается та же самая картина, что у нас есть математический объект, скажем, некая структура, есть теория, которая описывает эту структуру, и есть методы за пределами этой теории, которые могут проверить результат, выполняются ли вот эти формулы, выполняются ли эти значения на этой структуре. То есть по сути у нас математика и наука совпадают по методу. Но есть одно но, верно, много но. Во-первых, любая теория в науке считается научной, теория в науке считается научной только при возможности фальсификации и верификации. Если у нас нет возможности фальсифицировать, то она не считается научной. В математике другая ситуация. Есть теории математические, которые и не требуют верификации и фальсификации. Вот неинтерпретируемые теории, они все равно считаются математическими, независимо от того, можем ли мы их проверить на конкретном объекте математическом или не можем. И это существенная разница. Следует еще учитывать такой момент, что вот тот критерий Поппера, он вообще ничего не говорит о познавательных практиках, о сферах познания. Он говорит только о конкретной теории. То есть он может сказать, вот эта конкретная физическая теория не может считаться научной, поскольку она не подразумевает фальсификацию. Точно так же в математике, можно сказать, вот эта конкретная интерпретируемая теория не может считаться теорией данного объекта математического, поскольку она не подразумевает проверки какими-то вычислительными методами. Но это ничего не говорит о научности всей математики. Это заключение только о конкретной теории. И если подводить итог, к которому мы пришли, обсуждая, то я бы его сформулировал так, что математику следует рассматривать как параллельный мир. Вот у нас есть наш мир, в котором есть объекты этого мира, и есть теории этих объектов, и есть экспериментальные методы проверки предсказаний и теорий об этих объектах. И есть некий мир математики, в котором также есть объекты математические, есть теории математические, и некоторые из этих теорий могут применяться к этим объектам, описывать эти объекты. И мы можем заключать о верификации или фальсификации этой теории, применяя некие экспериментальные математические методы. То есть сравнивать нужно не математику и науку, а математический мир и наш мир, в котором существует наука. Можно ли признать математику в качестве науки? Скорее всего, нет. Потому что тогда бы нам пришлось, если это наука, нам пришлось бы признать, что в науке есть некие символьные структуры, есть некоторые символьные системы, которые являются истинными, но лишь не проверяются. Допустить, что в науке мы должны иметь теорию, которую нельзя не проверить, не опровергнуть, мы не можем. А математика это допустимо. Хотя есть такие теории, которые проверяются и опровергаются. Я не вижу разницы между наукой, наукой и математикой, естественно. Просто нет этого? Нет. Принципиальная разница. Вот, скажем, вот наш мир, скажем, просто мир наш. Вот есть предметники или объекты. Вот есть некая символьная структура, модель, описывающая этот предмет. Она делает некоторое предсказание, некое теоретическое высказывание об этом предмете. Является это еще научной теорией этого предмета? Не является. Мы должны еще иметь эксперимент, который выскажет эмпирическое высказывание об этом предмете, и мы должны сопоставить теоретическое высказывание и эмпирическое высказывание. Если они совпали, мы скажем, да, действительно, можно считать, не обязательно, но можно считать, что вот эта теория, эта символная система, чего это символная система, написалась эта теория просто, эта теория является теорией этого предмета, да? Ну, такое теорическое высказывание, оно в чем отличается от теоретического? То, что теоретическое высказывание, оно получено логическим выводом из некоторых аксиом, заложенных в этой теории. Ну хорошо, но каким-то образом, я сказал. Оно получено, логическим способом получено. Вода кипит ресторан? Да, оно имеет теоретическую логическую истинность, сугубо логическую истинность. Всказывание эмпирическое имеет статистическую истинность, то есть мы повторили эксперимент тысячу раз, и повторили в разных местах, в разных лабораториях, получили один и тот же результат. Я принципе, очень неудачно, вода кипит ресторан. Да ну без разницы. Но это эфирический. Да ну без разницы. Ну, voting согласится? Все согласились. О чем мы сказали? — Соглашение о температуре. — Да, соглашение о температуре. Есть интерпретируемая теория об этом объекте. Есть некий эксперимент, который тоже высказывается об этом объекте, об этой структуре. Это расчетный метод какой-то, перебор какой-то. На компьютере мы запустили программу пересчета этой структуры. И есть еще неинтерпретируемая теория. Неинтерпретируемая теория, которая создается... Так вот эта неинтерпретируемая теория, она не имеет никакого отношения к этому объекту. Но она является математической теорией. Математической теорией. Потому что здесь, если бы мы посчитали тождества их, тогда мы должны были еще вот сюда ввести математическую теорию некоторую, которая должна была признаться научной. Вне эксперимента. У нас в науке нет... — Нет, я не понимаю, почему неинтерпретируемую теорию добавлять. Зачем? А она всегда есть. Дело в том, что... Нет. 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 Я объясню, зачем. Она является математической. Я не понимаю. Вот пример. Хорошо. Пример. Группа. Группа. Группа вращения нет. Нет. Ну, вот просто пример. Теория не... Ну, а группа разницит теорией? Теория множества. Теория множества может считаться, неинтерпретируемая теория. Почему? Ну, мне так удивительно сказала. Но она неинтерпретируемая теория. Это интерпретируемая теория. есть 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 язык и есть правила вывода вот 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 это если я разбиваю некую теорию используется только это будет не интерпретированная теория она ничего не касается она касается только самого себя, чистая теория. Вот из нее вывода никого получить нельзя. Она ни о чем не говорит. Есть теория группы, а есть группы вращения, это интерпретированная теория, теория групп и она уже применяется в физике, там во всю. Он говорит неинтерпретируемая теория. Отлично. Я говорю, что любая теория, например, теория множества, но она работает с морковками. Морковки же есть множество-множество. Многие голодяных солдатиков. Игорь, а я должен быть интерпретируемой теорией? Вот это задачки. Она же все это работает. Но, тем не менее, почему мы должны вводить эти системы интерпретируемого, не интерпретируемого? Потому что он так возможен в математике. Понимаешь, когда человек выходит со статьей в журнал или выходит на трибуну конференции и рассказывает только вот это, ему не свистят и не говорят, что ты не математику, ты нам про морковки расскажи. А когда на физическую конференцию приходит человек и начинает рассказывать про это, и у него нет предмета, у него вот только про это. Ну, скажем, допустим, Эйнштейн вышел на трибуну и стал рассказывать о тензорах. Безотносительно теории гравитации. Что ты там про тензор рассказываешь? Да, будет, спокойно будет рассказывать про тензор. Да и тогда это не будет считаться наукой. Нету никакой заметной разницы между высказыванием о тензоре и общей теорией относительности. Нету. По принципу, нету этого искусственного развлечения между интерпретированной и интерпретированной теорией. Есть понятие, а есть предмет, который в это понятие вписан. И что? Это же разное. Любая теория у тебя работает с понятиями, только они бывают сложные. Вот у тебя математика, например, говорит о числах. Вот о числах она говорит и говорит. У тебя есть понятие простого числа, есть. Есть конкретное простое число типа 7. Есть, например, простое утверждение, которое ты должен проверить на парке. Количество чисел простых бесконечно. Оно недоказываемо, но ты его можешь проверять на компьютере. Игорь, есть еще один момент, который мы не затронули. Это момент отношения теории и предмета. В науке предмет всегда существует до теории и вне теории. То есть мы сначала имеем предмет без всякой науки. Гравитация, электромагнитное взаимодействие, морковка, заяц. Они существуют до науки и вне науки. И мы создаем науку как теоретическую часть, которая строит модель, математическую или логическую модель этого предмета. И имеем экспериментальную часть, которая делает заключение об этом предмете, независимо от теории. Слушай, в математике объектов, объект математики находится в математике Ж. Объекты математики, все структуры, которые мы обсуждаем, вот это вот, он находится внутри самой математики. И это принципиальная разница. Он не существует до того, как он был описан математически. Хотя, хотя есть два направления в математике, они, скорее всего, философско-различаемые, чем математически-различаемые. Это формалистический подход и платонический подход. Платоники считают, что математические объекты существуют объективно, реально, вне математики. И они считают, что теория множества описывает реально существующую универсу множество. А есть формалистический подход. Его представители считают, вообще не думают о объектах, где они существуют, а просто, говорит, вот есть структура, мы ее записали формулой, вот это только и есть. Больше ничего не существует, кроме вот этих формул. Так вот, нету никакой разницы между физикой и математикой. Ворону умеет считать до четырех, но это не означает, что у нее есть математика. Мы пользуемся законами логики, но это не означает, что мы работаем с этой аксиоматикой церемелок. Объясняю. Ладно, хорошо, давайте. Точно так же, любая физика у тебя, чтобы ты из нее что-то сделал, например, Гейткин начал с этого, связанной веревкой с Пизанской башней ранее, у тебя уже, она должна быть как-то обработана в русской какой-то родной теории. Уже должна быть обработана. Игорь, давайте подойдем прагматично. Вот зачем нужно различать, вот с моей точки, зачем нужно различать математику от физики. Допустим, мы принимаем твою позицию, что разницы нет никакой, и критерии научности, критерии научности, что к теории математической, что к теории физической, один и тот же. И я приношу вот это в письма, в журнал физический, скажем, какой-то, да? Задача по физике. Нет, я вот это приношу, вот это только приношу. И да, без физики, без ничего. У меня система к всем, и меня принимают. Запросто. Ты приходишь, приходишь, и вот я считал, диаграмму посчитал. Я приму статью, но я не имею в виду, я не имею в виду, как мы различаем тогда математику и физику имеется. Вот не вопрос. Вот сейчас никак бы не разрешу. Вот угромы? У нас все различают. Нет, серьезно, серьезно. Нет, мы уже понимаем, если... Вот как в математический журнал примут истинную математическую статью, истинную, ну, конвенциально принятую или фактически проверенную, просто потому, что там математические формулы. В научный журнал примут статью, только когда она о предмете вне этой науки. То есть, когда она что-то утверждает о чем-то другом, кроме самого себя. Вот когда есть экспериментальные данные, подтверждающие, или возможность проведения экспериментальных данных. Да ничего подобного. Нет, ну, Игорь, ты споришь, как-то странно. Нет, есть... Физика и математика различаются? Да. В чем различие? Как заяц отличается от числа. Нет, подожди, при чем различие? Как заяц отличается от числа. Ну, подожди, правильно. Ну, там двое ушей, а там подключается. Подожди, но предмет число это что такое? Это ведь не заяц, но не существует же. Почему не существует? Число существует так же объективно? Ну, в каком-то смысле так же существует. Если ряд бежит заяц, а рядом число бежит? Да, практически так. Игорь, все было бы так, все было бы так, а не совпадали бы, если действительно не было вот этого. Маленький вот этот неинтерпретируемый. Это существенно. Это существенно. Это существенно так, что есть нечто-нечто, что мы принимаем входящее вот в это множество только потому, что оно существует. Здесь ни один из элементов не является самодостаточным, что эксперимент является научным, что предмет является научным, что теория является научным. И недостаточно того, что они включены и есть. Нужно, чтобы теория была о предмете, был эксперимент о предмете, и еще было отношение между теоретическим и эмпирическим высказыванием. Здесь же достаточно. Вот просто я что-то сказал объединиться, этого уже достаточно. Никакой структуры дополнительной вот этого не нужно. Она есть, но она не является необходимой для тематики. Нет, для того, чтобы еще это дальше сравнить, провести Bardford философскую теорию вынести? — Философка это вообще не научная. — Энди?! — Нет! — Давайте попробуем с точки зрения критерий. Келософия… если мы рисуем здесь еще философию… — Александр проявил критерий. Давайте с точки зрения критерий посмотрим. Вот… есть некий философский предмет. Предмет философский. есть теория философская, и эта теория философская высказывает теоретическое высказывание об этом предмете. Существует ли философский предмет вне философии, вне вот этой теории? Не существует. Ну, конечно, можно говорить о платоническом существовании, но в отличие от физики, когда предмет существует до самой теории. Можем ли мы говорить, что некая категория, некое понятие философское существовало еще до того, как появилась философия? Ну, это опять-то тоже не существует. Тоже же нельзя сказать, что одна наука наручна, потому что она занимается зайцами, а вторая занимается стурией. Между ними есть какая разница? Ну да, есть между ними разница. Есть разница между предметами. Если третья наука чертиками занимается, ангелология, она тоже наука? Ну, в том, что в этом смысле, в поперевском, в поперевском смысле, она может быть наукой вполне. Нет, просто я утверждаю, что ты говоришь, что в поперевском смысле, ангелология, 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 она сможет удовлетворять критериям и фальсификации. Математика не удовлетворяет. Почему? Выясняю еще раз, Игорь. Теория будет считаться теорией физической, научной. Научная теория будет считаться теорией научной только тогда, когда была верификация и эмпирическое высказывание совпало с теоретическим. Только тогда, если у нас не проведен эксперимент, не проведен эксперимент, то это не теория научная, не научная. Но, Александр, вот философский, если обратиться, то это тоже свой эксперимент. Я, извините, я закончу. Здесь же, здесь же, вот это мы можем признать математическим без этой схемы. То есть у нас есть некая теоретическая структура, которая является математической. Есть же у нас проблема известная, обоснование непротиворечивости арифметиками средствами самой арифметики. Непротиворечивость теории множеств средствами своих теорий множеств. Точно такая же задача, это тот же самый критерий. Фальсификация и верификация по поперу, тот же самый критерий. Нам не нужно никакой верификации и верификации. Вот получается, что нам, потому что речь идет о самом базовой системе. Нет, 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 у нас есть вот система Аксиома. Это самый базовый уровень, на котором вся математика стоит. Энергер имеет в виду задачу, которая была поставлена там и все. Это понятно. Но в любом случае, если я придумаю систему Аксиома, построю теорию строго математической, она будет математической. Будет математической. Никто не скажет, что чего мне не математической принесли. Но если я построю какую-то теорию, она не будет о предмете, не будет эмпирических высказываний. Я хочу сказать, что она будет построена, она будет удовлетворять. Чтобы было понятно, давайте на философской теории будет понятнее. Она будет удовлетворять таким высказанием. Дальше стоит и поэтому будет понятнее. Булат, я здесь не вижу никаких экспериментов. А какой эксперимент? Ну как, каждый на своем опыте. А, ну в своем, да. То есть здесь получается так, что эта же теория, ты скажешь, ну это философ вот здесь, в которой теория. Он делает и эмпирические высказывания, и теоретические. А они заведомо тождественны, поскольку он это делает. А другие философы тоже как бы... А другие философы пошлют с этой теорией очень далеко. Нет, ну может не пошлет, но решит тоже... Но все равно мнение другого философа не утверждает, не опровергает теорию. Я могу вам сказать, что вы построили с математикой понятие интерпретированной теории. Есть точно так же философски интерпретированная теория. Можно взять марксизм, да? Можно. Совершенно как бы отвлеченная теория. Но она была интерпретирована у нас. Можно, можно, да. Мы пытались построить в рамках этой уже интерпретированной теории марксизма некое общество. Насколько оно является философской интерпретацией, математической интерпретацией является математической. И как бы сама возможность существования вот этого строительства и построения, это говорит о том, что это эксперимент, по факту. И получается, что в вашем смысле, как с математикой, и философская теория тоже вписывается туда. Но они не научные. Само смысл на различие интерпретированной теории и неинтерпретированной теории подходит вообще к любой, получается, теории. Философской, там, там, любой. Нет, ну понятно. Ангелология, потом раз, она интерпретирована, на самом деле. Сказать, что на самом деле ангелы, это просто хорошие люди. Есть хорошие люди? Есть. Есть плохие люди? Это демоны. Ну понятно. Давайте подводить итог. Очень хорошо, что вот Игорь, как бы, оппонировал. Но я, честно говоря, не очень понимаю. Ну, Игорь, на самом деле, спорить, значит, математика и физика отличаются. Ну, конечно, отличается. Как бы он вам говорить, что не отличается? Вот это мне тоже странно немножко. То есть, в любом случае, ну, его подход понятен. Разница всего лишь в предмете. Но, это разные предметы. Они отличаются принципиально. Стол и единица отличаются принципиально. Заяц и формула отличаются принципиально. Они отличаются прежде всего тем, что я могу провести всю математическую работу, не выходя из кабинета. Всю. То есть, и провести эксперимент, и интерпретировать, и не интерпретировать, и расчет. Все могу сделать. В науке это невозможно. На самом деле, интересно, что, например, Гаусс, по-моему, Гаусс, да, пытался в таком математическом юрике проверять на практике. То есть, трехмерность пространства там... Ну, нет, это возможно, да, да, да. То есть, какие-то вещи, все-таки, математики, они похожи сейчас? Уже уже трехмерность пространства проверяет, как он... Треангуляции там. Да, а трехмерности нашего конкретного образа. То есть, есть объект вне математики уже, да. То есть, это уже научное пространство. Не, ну, согласитесь, что, как бы, да, математики-то же касается, как бы, пространство на самом деле трехмерное или нет? Или это не касается? Ну, знаешь, допустим, если оно не трехмерное, ну, наше... Математика это не касается, да. Как раз и трехмерное, ну и что? Оно и так есть в математике, да. То есть, он подтвердит возможность, необязательность трехмерности только, да. Кстати, математик выдвигал некие даже эксперименты и физические, которые, ну, скажем так, материальные, которые могут подтвердить математические теории, математические выводы, формулы теоремы. Есть же еще матфизика, да, так как известно, где там, собственно, уже все чисто математика, но вроде... Ну, в общем, ладно, подвожу итог. Прежде всего, то, что действительно в математике можно применять принцип фальсифицированности, можно применять фальсификацию, ничего не говорит о научности математики, а говорит только о специфичности различия интерпретируемых и неинтерпретируемых теорий. И, скажем, по принципу фальсифицированности можем и разделять интерпретируемые на неинтерпретируемые теории, но это не делает их научными. А есть еще, кстати, интересный момент по поводу самой науки. Принцип фальсифицированности Поппера ничего не говорит, а что мы должны считать научными теориями. Он как уже берет, что принесли в журнал научную теорию, но почему ее посчитали научной? Почему она является научной? Почему ее не принесли в литературный журнал или в религиозный журнал? Уже исходит из того, что мы как-то признали, что что-то можно научно, а после этого будем проверять, можно ли вот это, то, что уже научно назвали, посчитать научным или ненаучным. То есть проблем очень много, но, значит, да, наверное, и все.